здравствуйте приветствую вас на своем видео канале сегодня решил продолжить серию видео что стоит делать чтобы ваше время истекло позже и попробовать ответить на вопрос который часто задают не во время консультации какой же хлеб полезнее дрожжевой либо без дрожжевой они утверждают что для здоровья полезен только без дрожжевой хлеб иначе в организме развиваются грибковые инфекции это снижает вашу иммунную систему другие же говорят что можно есть хлеб и дрожжевой на этот вопрос в этом видео отвечу вам я врач фитотерапевт диетолог натуропат борис скачку автор более 50 опубликованы книги брошюр в разных странах часть из которых вы сможете приобрести через интернет чтобы готовые хлебобулочные изделия не напоминали подметку а были достаточно пористыми и воздушными используют разные способы приготовления теста и самое простое и быстрый способ это добавить уксусную кислоту и пищевую соду при контакте которых образуется углекислый газ и пузырьки растягивая тесто придают ему определенную пористость это самый быстрый способ сделать тесто воздушным более медленный более древний это использование закваса это я бы сказал домашний такой способ приготовления хлебобулочных изделий бактерии также способны участвовать в этом процессе расщеплять углеводы образуются пузырьки газа и тесто становится более воздушным а более я бы сказал промышленный способ это использование дрожжей дрожжи более агрессивно более активно используют углеводы и тесто поднимается в большей мере но на это тоже требуется время и мнение по поводу дрожжевой либо дрожжевой без дрожжевой хлеб вам полезнее они разделяются кардинально те кто говорят о вреде дрожжевого хлеба говорят о том что он способствует снижению активности иммунной системы развитию грибковых инфекций и достаточно серьезные негативные последствия но от чего зависит польза продукта который вы употребляете тех же хлебобулочных изделий от богатства химического состава если вы используете один бездрожжевой способ который обозначил первым и мы с вами начинаете лечение пищевой соды и уксусной кислотой которые попадают в тесто образуются и дают ему воздушность вы мало что получаете из полезных веществ потому как образуется соль углекислый газ да и все конечно в этом случае это бездрожжевое тесто такие бездрожжевые хлебобулочные изделия они мало вам принесут пользы защита больше пользы если вы будете способствовать воздушности теста хлебобулочных изделий с помощью заквасок те кто занимается заквасками знают насколько это хлопотно но овчинка выделки стоит это значительно лучше более лучше более здоровый способ приготовления хлебобулочных изделий чем первый если же вы хотите использовать хлеб выращенный на дрожжах многие говорят что он вреден активных дрожжей приводит тому что продукте также появляются полезные вещества витамины группы b вы получаете более богатый продукт более того со сниженным количеством углеводов и закваска и дрожжи снижают количество углеводов продукте и называть такой продукт становится более полезен диабетчику принял может съесть большее количество хлеба приготовлено таким способом у него в меньшей степени поднимется уровень сахара в крови в отличие от приготовления теста с помощью обычных разрыхлителей сода уксус когда говорят что дрожжевой хлеб способствует развитию в кишечнике грибковой инфекции снижению вашего иммунитета вплоть до развития онкологии несколько лукавит на самом деле грибкам без разницы какой продукт использовать откуда использовать углеводы то ли вы съели морковку свеклу капусту тыкву топинамбур картофель лук чеснок им без разницы откуда брать включая и крупы из лаковой из которых готовят часто хлеб любой не переваренный вами продукт питания достается патогенной микрофлоре в вашем кишечнике иными словами способствуют развитию разных форм дисбактериоза кишечника это действительно снижает ваш иммунитет и действительно способствует развитию и онкологических заболеваний в том числе а будет у вас хлеб дрожжевой либо без дрожжевой не имеет никакого значения тем более что когда замешивается хлеб на дрожжа и потом он выпекается дрожжи увы погибают возможно я кому-то открыл глаза на проблему которые нет не существует проблема в другом проблема в том насколько способна ваша пищеварительность тема переварить ту пищу которую вы употребляете вот отсюда зависит какие микроорганизмы будут у вас развиваться в кишечнике и поддерживать дисбактериоз а какие не смогут потому что эту пищу переварили вы а им достались объедки с вашего стола если же вы пищу не перевариваете любую неважно какую то вам уже достаются объедки со стола патогенной микрофлоры которые пируют кишечники вызывает вздутие живота вызывая урчание и тот дисбактериоз которую вы неправильно питаясь поддерживаете и способствует снижению продолжительности жизни как остров вы рискуете острое вздутие живота создает жесткую проблему для сердечно-сосудистой системы и может либо сердце остановиться просто острая сердечная недостаточность либо если она попытается работать в этих условиях поднимая артериальное давление риск инфаркта либо инсульта появляется вздутие живота очень жесткая проблема наберите такие видео на моем канале есть наберите вздутие живота метеоризм дисбактериоз кишечника просмотрите разные видео поймете в чем суть проблема она жестко угрожает вашему здоровью вашей жизни это факт который неоспорим но делаете вы что-либо или нет это уже ваш выбор а будете вы употреблять хлеб дрожжевой либо без дрожжевой как вы понимаете в технологии приготовления может если не было дрожжей могут быть химические вещества которые не самые полезные для вашего здоровья хлеб на закваска безусловно полезней ну и хлеб дрожжевой имеет место быть потому как живые бактерии которые первым во втором случае увеличили пористость теста во время термической обработки всегда погибают и не может ни одна молочнокислая бактерия развиться в вашем кишечнике поддерживая сопрофитную микрофлору несмотря то что она в первоисточнике была ни грибковая инфекция не может развиться у вас в кишечнике потому как термическая обработка произвела стерилизацию фактически продукта но и тот и другой способ приготовления теста обогатил его полезными веществами снизив некоторое количество углеводов что несомненно полезно для здоровья и вопрос не исключать хлеб тот или иной а правильно его использовать зависимости от вашего образа жизни окружающий вас погодных экологических условий это все имеет значение но надеюсь ответ на тот вопрос который часто ставит мне во время консультации какой хлеб лучше использовать дрожжевой либо дрожжевой вы получили вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчикам моих каналов крепком дороге разумного к нему отношений и пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео не забудьте поставить на него лайк если вы получили ответ на свой вопрос а я подумаю какое еще видео написать на тему здоровья и активного долговечия для вас до новых встреч на моих каналах